Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канала Markets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что ж, сегодня тот самый день, когда, оглядываясь назад, мы можем сказать себе, что мы большие молодцы, потому что очень правильно определили те тенденции, которые должны были развиваться на финансовых рынках с учетом того новостного фона, который сложился. Индекс доллара 101.21. Друзья, это еще не 100 пунктов, которые так хотелось видеть продавцам, но я думаю, что снижение вчерашнего дня – это очень хороший задел, который говорит о том, что все-таки медведи лидируют на рынке, они могут легко протащить этот инструмент еще ниже, к новым многомесячным минимумам. Текущие котировки – это двухмесячные минимумы, но при факте, опять же, того, что все больше трейдеров склоняются к идее, что американский регулятор на ближайшем заседании, которое состоится фактически через 200 небольших недель, сохранит ставку на прежнем уровне, и по факту этого решения, конечно же, распродажи будут еще более значительные. В центре внимания трейдеров. Вчера был отчет по инфляции в США, это мартовские значения, показатели. Индекс потребительских цен – основное значение, которое учитывает цены на продовольственные товары, цены на энергоносители, снизился с 6 до 5%. Эксперты ожидали, что снижение будет менее значительным и составит 5,2%. Базовый индекс потребительских цен немного подрос с 5,5 до 5,6%, но тоже в соответствии с ожиданиями экспертов рынка. Конечно же, очень большое значение для американского регулятора имеет базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продовольственные товары, цены на энергоносители. Вы знаете, перед тем, как вышел вчерашний релиз по инфляции, мне удалось познакомиться с мнениями многих крутых аналитиков, чему мнению я доверяю. И все они предполагали только один сценарий роста курса доллара после выхода данных по инфляции. Это сценарий, который реализовался бы при условии значительного роста базовой инфляции. Мы видим, что этого не произошло, основной индекс инфляции вовсе заменился серьезнее. Поэтому делаем объективный и, наверное, единственно верный вывод, который стоит сделать сейчас. У американского регулятора появился еще один довод, еще один аргумент не торопиться с дальнейшим повышением ключевой процентной ставки. Потому что дальнейшее повышение ключевой процентной ставки в условиях и без того снижающейся инфляции может создать совершенно ненужные сейчас препятствия для дальнейшего экономического роста. Я рассчитываю, что американский регулятор все же будет проактивным центральным банком и, взвесив все за и против, осознает, что на текущем этапе самая лучшая тактика – это выжидательное, которое предполагает отсутствие каких-либо решений. До выхода отчета по инфляции дал комментарий глава ФРБ Нью-Йорка Вильямса. Мы ранее уже на неделе его имели возможность послушать, но в этот раз Вильямс сделал конкретное заявление о том, что американскому регулятору сейчас необходимо находиться в режиме зависимости от макроэкономических данных. И в случае снижения инфляции будет уместно даже рассмотреть возможности окончательного завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики и последующего снижения ключевой процентной ставки. Я думаю, что это очень знаковый момент, потому что это, по сути, первый комментарий от высокопоставленного чиновника американского регулятора, который гласит о возможности смягчения монетарной политики в США. И если эта идея будет все более активно звучащей в перспективе ближайших недель, то, конечно же, доллар окончательно сдастся, покупатели капитулируют, и в конечном счете индекс американской валюты не просто протестирует поддержку 100 пунктов, а окажется существенно ниже. Еще одно выступление другого представителя американского регулятора Нила Кашкари, который также подтвердил, что, по его мнению, еще одно повышение процентной ставки и значительно повысит риски для американской экономики. Поэтому в сухом остатке я благодарен данным по инфляции, рассчитывая на то, что все-таки они убедят американский регулятор не создавать дополнительную нагрузку на экономику в виде более высоких ставок заимствования, потому что снижение индекса потребительских цен подтвердило, что это снижение носит уже устойчивые характер и стала полноценной тенденцией. Золото 2018 долларов за трость к фонсу. Ждем, соответственно, движение еще выше. Настроения не меняются, друзья, фон тоже не меняется. Надеюсь, что вы убедились еще раз вчера, что слабость американского доллара это серьезная поддержка для покупателей рынка драгоценных металлов. Наша цель по золоту амбициозная, но я считаю, что при таком фундаменте, как сейчас, нужно мыслить амбициозно. И, конечно же, эти ожидания будут вознаграждены. По поводу других финансовых активов европейская валюта против доллара 1.09.91. Сейчас мы достигли нашей цели, друзья. 1.10. Всех вас с этим поздравляю. Решайте сами теперь, что делать дальше. Фиксироваться, потому что уровень серьезный и, в принципе, на этих значениях достойно фиксировать профит. Но если вы считаете, что при том фундаменте, который сложился, при идее дальнейшего ослабления курса американского доллара европейская валюта может стать еще дороже, конечно же, тогда стоит держать позиции и уже метить на уровне следующих сопротивлений 1.11, 1.12 и потенциально даже повыше. Есть консенсус прогноза от ряда экспертов, что среднесрочной целью или, скажем так, наверное, уместнее будет долгосрочной целью для пары евро-доллара теперь являются значения 1.15. Среди факторов поддержки для евро, помимо, конечно же, слабого доллара, стоит отметить вчерашнее выступление вице-президента европейского центрального банка Гиндеса, который дал понять, что, конечно же, ставка будет дальше расти, потому что это единственное оправданное решение, предназначенное для того, чтобы сбить инфляцию с тех пиковых значений, на которых она находится сейчас. То же самое отметила и глава банка Франции Вильруа. В принципе, точно такая же риторика. Еще один тезис в пользу того, что ЕЦБ останется на тропе проведения жесткой монетарной политики, что, конечно же, должно оказывать поддержку главному валютному риску. Австралиец против доллара 0.6710, напомню, наша цель 0.68. Рост австралийского доллара также вчера поддержала очень сильная статистика по строительному сектору. Опять же, динамика роста этой отрасли австралийской экономики составила 11,3%. Это один из самых лучших показателей за год. И глава Минфина Австралии Чалмерс сделал заявление о том, что при таких макроэкономических данных, которые были получены в последнее время, можно констатировать, что австралийская экономика точно избежала рецессии. Ждем австралийца еще выше. Доллар канадец. Здесь тоже в соответствии с нашим сценарием идет развитие событий. 1,3430 текущие котировки. Ставку Банк Канады оставил на прежнем уровне 4,5%. Но во время выступления главы Банка Канады Маклима мы все же услышали заявление о том, что при необходимости регулятор готов легко повысить ставку еще на 25 или 50 базисных пунктов. То есть решение об этом еще не принято. То есть, соответственно, Банк Канады будет реагировать на экономические условия. И это поддержало позиции канадского доллара, что привело к тому, что пара приблизилась к поддержке 1,34. Наши цели 1,33. И на стороне покупателей канадского доллара еще, конечно же, растущая нефть. Я долгое время смотрел на котировки Brent в последние дни, буквально с того момента, как странно ОПЕК согласовали дополнительное сокращение добычи на 1,6 миллиона баррелей. И сегодня, когда цены в районе 87 долларов за баррель, все же решил, друзья, тоже присоединиться к этому потенциально еще более серьезному бычьему Урали, открыл длинную позицию с целями 90 и выше. И в качестве причин поддержки для этого роста, как только что отметил, ожидание еще большего сокращения мирового предложения, которое в целом, с учетом еще осенних инициатив ОПЕК по снижению добычи на 2 миллиона, может составить уже 3,6 миллиона баррелей в сутки, общее сокращение. И последние данные о том, что Россия в прошлом месяце сократила добычу на 700 тысяч баррелей в сутки, а не на 500. Это доказывает то, что влияние эмбарго, потолка цен и ограничения, которые действуют на поставки, более значительное и разрушительное для в целом российской экономики. Поэтому ждем отработки риска ограниченного предложения, дефицита и настраиваемся на продолжение обычного ралли нефтянки. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!